И рисовые макарошки. Сразу хочу сказать, что покупайте, не бойтесь, готовьте. Они на вкус просто обалденные. Гораздо, я считаю, лучше обыкновенных макарон, от которых все откладывается в ненужные места, и вы становитесь больше, чем вы на самом деле должны быть. От этих макарон вы никогда не поправитесь. Здесь написано Rice Sticks. Такие маленькие рисовые макарошки. То есть, никакой муки, никаких лишних, ненужных нам веществ, здесь ничего нету. Это все у нас сделано из риса. Здесь есть directions, как их готовить. Но я этому особо не придерживаюсь, потому что здесь нужно их жарить в масле. Здесь какое-то специальное а-ля меню. Меня научила моя филиппинская подружка, как готовить вот такие вот обалденные рисовые макарошки. Сейчас я вам покажу. Здесь у меня уже скверчит, парчит и жарится мяско. Мяско вот такое вот тоненькими кусочками я порезала. И это у меня индюшка, индейка. И я обжарю это дело до готовности. По вкусу. Солим, перчим по вкусу. Вы можете заменить любым, любым абсолютно мясом. Или говядиной, или свининой, или курочкой. А еще, что я еще делаю, я по настроению заменяю мясо иногда шримками. Можно добавить шримки. Если у вас ни того, ни другого, ни третьего нету, вы знаете, что я тоже делала? Берете сосисочки. Сосисочки, да-да, наши, дорогой, любимые. Но не особо полезные. Но все равно, если кушать хочется, а ничего кроме нету, да, а иногда, если даже в холодильнике есть что покушать, но все равно, вы знаете, такие позывы у нас, позывы из детства идут, когда хочется сосисочку вот отравиться чуть-чуть. Ребята, если хочется, очень хочется, значит, скушайте. Не ограничивайте себя. Но опять-таки призываю, призываю к разумным количествам. Не обжирайтесь, и тогда все будет хорошо. Как сказала любимая Фаина Аневская, надо кушать на пол ведра меньше, и мы все будем стройные, звонкие, красивые. Так что сосисочку вы можете то же самое порезать вот такими вот маленькими кусочками, красиво обжарить на сковородочке. И потом я вам покажу, что еще туда идет, и как мы это делаем. А пока у меня мяско обжаривается, я поставила сюда водичку. Водичка нам нужна для того, чтобы она вскипела. Потом мы положим наши макарошки в воду и сразу выключим. В чем здесь прикол? Мы не варим эти макарошки, мы просто их засыпем в кипящую воду и сразу же выключим. Если мы будем их варить, мы их переварим. Они, видите, какие тоненькие, нежненькие, маленькие. Поэтому надо обращаться с ними аккуратно. И вот закипела наша водичка. Снимаем ее с огня. Сегодня я буду использовать сейсолд, морскую сольку. Чуть-чуть забабахаем сольки. Достаточно, я много никогда не использую. И наши рисовые макарошки отправляются в воду. Ой, я не левша. Неудобно. Ну, попробуем. Бабац. Вот так вот. Раз, видите, она такой вот какой-то брикеткой таким вот таким вот сложена. Раз. И туда. Так, поможем. Ложечкой. Все, утопили. И оставили буквально, ну, я не знаю, на пару минут. На пару минут. И они сами дойдут до нужной консистенции. Вот в такой вот горячей кипяченой водичке. Больше ничего не надо делать. Все. Мы их больше не варим. Ничего с ними делаем. Можно закрыть крышечкой. И оставить их на пару минуток. Пока они у нас будут стоять в нашей водичке, я вам покажу, что мы будем делать следующее. И следующий наш этап. Мы порезали морковочку соломкой. И сейчас ее обжарим. Самое главное, морковку не передержать, не перетушить, чтобы она у вас не разваливалась. Морковочка и все овощи в этом блюде должны быть немножечко жесткие, такие, знаете, хрустящие. Поэтому вначале мы обжариваем морковочку. Потом нужно добавить сладкого перчика. Но у меня свежего не оказалось. Оказался вот такой вот. Уже нарезанный как раз так, как нам нужно. Соломочкой сладкий перчик. Я его потом в конце брошу. И в самом конце я также соломочкой порежу селлари. Это сельдерей, правильно по-русски? Я так говорю? Или может быть это нет? Селлари. Сельдерей? Селлари. Я думаю, что да. Если нет, то поправьте меня, пожалуйста. И вот, в принципе, это все ингредиенты, которые нужны для нашего вкуснейшего блюда. И еще можно назвать его даже диетическим, потому что от него вы не поправитесь. И мои детки, вы знаете, опять повторюсь, что они у меня настолько пики, настолько очень придирчивые к еде. Они очень любят такие вот макарошки. И что еще хочу сказать, что не бойтесь экспериментировать. Например, если у вас нету всего этого набора несложного овощей, замените чем-нибудь другим. На ваш вкус, вы знаете, я обожаю экспериментировать. Но кто сказал, что нельзя, да? Ну, на то закон они и сделаны. Даже в кулинарии, чтобы их немножечко менять и исправлять. Экспериментируйте, творите. Главное, чтобы вся ваша еда была приготовлена с любовью. Тогда она будет вкусной и полезной. Но не переключайтесь, оставайтесь со мною. Я покажу, как у нас это блюдо будет выглядеть в конечном результате. И вот наши овощи готовы. Они очень вкусненькие, хрустящие. Главное, повторюсь опять, не передержать, не пережарить их. Наши рисовые макарошки мы откинули на друшлаг. Водичка стекла. И вот смотрите, они, видите, они вот такой вот очень длинной консистенции, как спагетти. Если вы так любите, пожалуйста, абсолютно, это тоже приемлемо. Я люблю немножечко их вот так вот почикать, порезать, чтобы они были поменьше. Потому что, знаете, когда детки кушают, эти спагетти очень длинные, начинает все вываливаться с тарелки, а за этими макарошками тянутся все овощи. Поэтому я вот так вот делаю, чтобы это сразу все помещалось на вилочке, чтобы они были немножечко, эти макарошки поменьше. Так, потом я взяла вот такая вот у меня специальная, ух, прям как японско-китайская, вот такая чугунная сковородочка, если у вас нет такой ничего страшного. Наливаем маслица. Как всегда у меня авокадо-ойл. Рекомендую всем попробовать. Оно без вкуса, без запаха, без цвета, но обладает очень полезными веществами. И что? И потом мы выкидываем наше мяско. Вы помните, да, наше мяско? Бабам! Туда она уже у нас готовенькая. Индейка. Потом мы забабацаем туда наши рисовые макарошки. Смотрите, какие они красивые. Беленькие, нежненькие. Хочу вам сказать, что эти макароны в Америке очень популярны. И они пришли к нам сюда из Азии. Между прочим, вот я вам сказала, да, что это блюдо меня научила готовить моя филиппинская подружка. И у нас здесь очень много китайских ресторанов. Если вы пойдете в китайский ресторан, вы всегда везде увидите это блюдо. И также я слышала, что японцы тоже используют в своей кухне очень часто макароны из риса. Ну, вот и все. В принципе, мы сейчас, наша идея, все это перемешать. Все это перемешать. Добавляем наши овощи. Та-ра-ра! Смотрите, какая красота уже, да? Какая гамма! Какой цветовой колор! Ох, ну скажите, да? Ну, смотрите, приходите ко мне все в гости. Дверь всегда открыта, я вас жду. Не забудьте позвонить. Так, и теперь что? В конце, так как я добавляла очень мало соли, я люблю добавить такого азиатского вкуса и немножечко вспрыснуть соевым соусом. Немножко, потому что он солененький. Поэтому вот так раз, и все. И все. Вот он наш смысл наших макарошек. И посмотрите, и вы знаете, детки мои кушают с удовольствием. Кого бы я не угощала, все просто без ума от этого блюда. И опять-таки, мы его не передерживаем долго. Не надо его тут жарить, парить. Крышкой мы пока ничего не накрываем. Ну и все. И в принципе, наше вкуснейшее блюдо готово к употреблению. Всех прошу за стол. Кому понравилось, пальчики вверх. Пишите свои комментарии, что вы думаете. Продается ли у вас такие макарошки. Я думаю, сейчас их можно найти везде. Если вы еще не пробовали их, не кушали, обязательно-обязательно сделайте. Смотрите, ведь очень легко и даже быстро. Вы знаете, я даже не заметила, пока я с вами болтала, как я это все приготовила. И подписывайтесь на мой канал, кто еще новенький, кто еще не подписался. Не пропустите новые видео и смотрите мои старые видео. Если у вас какие-то есть вопросы или пожелания, пожалуйста, пишите мне. Я всегда открыта к дискуссии. Я не говорю до свидания. Я говорю до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok